Ничего себе, вы пришли и в третий раз. Меня это не может не радовать. Добро пожаловать на третью и финальную часть нашей трилогии по премии Айзнера. Для тех, кто вдруг случайно тыкнул на этот ролик и не знает о чем речь, премия Айзнера это премия в мире комиксов, где награждаются различные комиксисты, художники, сценаристы, серии, которые выходили за прошедший год, серии, которые начали выходить, серии, которые были переизданные, иностранные, американские, неважно. И обычно на этом канале я стараюсь брать три номинации. Это лучшая продолжающаяся серия, то есть ongoing, лучшая алиминтированная серия, то есть серия с ограниченным количеством выпусков и лучшая новая серия, серия, которая стартовала в прошедшем году. Первые две мы разобрали в предыдущих двух роликах, если что, тыкните на подсказку, посмотрите. Там довольно интересная выборка и на самом деле есть над чем подумать и есть что разобрать. И мы наконец-таки дошли до последней номинации. Это лучшая новая серия. Какие серии стартовали в 23-м году так удачно, что их взяли и закинули в шорт-лист данные номинации. Довольно престижные и большой номинации. Короче, что делать вы уже знаете. На кухню, чаёчек, кофеёчек, вкусняшку. Сюда, на экран, с которого буду вещать я, Руслан Хубиев. Добро пожаловать на канал, если вы здесь впервые. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно и приятного просмотра. Лучшие новые серии 23-го года. Ну давайте не будем по восходящейте, сразу же прыгнем в самое пекло. Beneath The Trees, When I'm A Disease, Патрика Хорвата от издательства IDW. Beneath The Trees, When I'm A Disease, Патрика Хорвата стал одним из самых громких альтернативных дебютов прошлого года. Комикс рассказывает нам про медведицу Саманту, которая живёт в маленьком и уютном городке. У неё есть работа, знакомые, друзья и маленький секрет. Она регулярно уезжает в соседний город, где совершает, ну, скажем так, акты расчленёнки. Потому что она серийная убийца. Но с одним важным правилом. Она не срёт там, где ест. Ну, метафорически. Поэтому её удивлению нет предела, когда в её же родном городишке начинают происходить ужасные убийства. Перед нами классическое контрастное произведение. Визуальные нарративные ужасы, завёрнутые в арт детской книжки. Начну с небольшой справки про Патрика Хорвата. Она необходима, потому что этот склыхнувший индустрию комикс – его полноценная дебютная работа. Патрик Хорват – сценарист в буквальном смысле этого слова. Больше десяти лет он работал в киноиндустрии и никогда не учился рисовать профессионально. В какой-то момент он начал делать свой веб-комикс под названием «Free for All». Его заметил Максвелл Принц, автор комикса «Мороженщик», и пригласил его художником в свою антологию «Ха-ха». А после вышел «Бенис Де Трис», и теперь у парня, судя по всему, намечается богатая комикс-карьера. «Бенис Де Трис» – идеальный пример громкого старта с нулевой позиции. Возможно, так сложились звёзды, возможно, это был уникальный пример волнообразного срафанного радио, но комикс с неизвестным сценаристом и художником, сделанный не по франшизе, в момент выхода стал самой обсуждаемой серией. Подкупившись либо синапсисом, либо картинками из превью, люди дали этому комиксу шанс, а затем распространили молву о нём как чуму. Да чего ж, я сам был одним из таких людей. И интересен тот факт, что, объединив себе простоту завязки, приятнейший визуал и неприятнейшие происходящие в комиксе события, Хорват смог сделать комикс для внешнего круга лиц. Для людей, которые особо комиксы и не читали, но именно этот их заинтересовал. Не знаю, будь то очередная волна популярности Тру Крайма или ностальгия по Декстеру, но одним из самых частых комментариев под моими выстрелившими шортсами и рилсами по данный комикс было «Ничего себе, такие комиксы тоже бывают, обязательно надо почитать». Так что либо Хорват продал душу дьяволу, либо смог нащупать то, что нужно среднестатистическому читателю. Красивая расчленёнка животных, которая позволяет тебе получать некое извращённое удовольствие, но успокаивать себя, потому что это всего лишь нарисованные животные, а не люди. Комикс хорошо работает как хроника общества, раскрывающая типажи жителей через стереотипы о животных видах, которым они принадлежат. Как детективная же история, он работает... местами. Я считаю, что «Бенидзе Трис» является ярчайшей серией в этой номинации, потому что получив он номинацию «Лучшая лимитка», я бы уже не так яро за него болел. На мой взгляд, весь запал и самодостаточность первых выпусков в какой-то момент стали биться о форсированность детективной истории, финал которой вызывает ряд вопросов. Представленный конфликт методичного зла против хаотичного зла работает так, как он заставляет тебя принять чью-то сторону, но у этого конфликта был потенциал стать чем-то более захватывающим, что ли. На мой взгляд, это отличная серия, но ей не хватает пары выпусков в середине, чтобы докрутить детективную составляющую, сделав комикс и вовсе прекрасным. Визуал Хорвата вызывает огромнейшее уважение, не только по той причине, что он очень хорош в выборе цвета, в передаче эмоций, способности вызывать ужас от гора, которого здесь очень много, но большее уважение меня вызывает тот факт, что Хорват самоучка и смог своими силами добиться такого развитого скилла. А, и заметка на полях. Выбор названия комикса, мне кажется, тоже крайне занимательным. Название комикса — это строчка из детской песенки, рассказывающей, что если идешь в лес, будь осторожен, там сидят медвежата, и у них скоро будет пикничок. Мило, не правда ли? «Бенидзе 3» — это серия, которая в данном случае, на мой взгляд, данной номинации, обладает неким козырем, потому что я считаю, что закончилась она довольно форсированно и довольно резко. Но эта номинация не за лучшую лимитированную серию, хотя могла бы быть. Эта номинация — лучшая новая серия. И как новая серия, она, конечно же, офигительная. Она смогла завлечь кучу людей, кучу читателей, и смогла стать невероятно успешной дебютной работой комиксиста. Когда твоя первая полноценная работа в большом издательстве стреляет так сильно, это, с одной стороны, наверное, повышает планку тебя, как комиксиста, и на тебя начинают ставить, и ставить тебя на различные серии. А с другой стороны, возможно, из тебя очень быстро высосут все соки. Но надеюсь, что этого не будет, и Патрик Хорват еще подарит нам кучу новых серий. Или же приквел «Бенидзе 3» с «Воинободисис», который уже был анонсирован, по-моему, в виде ваншота на Камиконе. Даже если вы не фанаты расчлененки и всякого гора, вы там найдете, что почитать. Это хорошая история про серийного убийцу, про серийного маньяка, и это классная детективная история, которая обняет себе и Оруэлла, и Декстера, и чего угодно вы можете туда намешать из поп-культуры. Короче, если вы еще не ознакомились с «Бенидзе 3», очень советую с ней ознакомиться побыстрее, потому что через 7 дней комикс будет закрытым. Короче, вы уже два раза слышали, как я вам втираю, что надо покупать комиксы «Рамоны» на маркетплейсах, в магазинах комиксов, что это вообще нормальная тема. И это так. Ну вдруг, если что, если вы отказываетесь от вырубания деревьев, и вы жестко за экологию, то знайте, что наши комиксы есть и в электронном виде. На сервисе МТС-строки есть отдельная секция издательства «Рамоны», где вы можете почитать такие вещи, как «Усаги», «Мотористка», «Нао Браун», «Подводный сварщик», которого, кстати, уже нигде не достать, он давно уже закончится в печати. И все это вы можете сделать, ну, по разным тарифам, там есть бесплатный, по-моему, есть платный. Короче, ну, по ссылочке в описании будет ссылка на МТС-строки, на наше издательство «Рамоны», и вы там можете посмотреть, что из этого можно приобрести. Короче, если вы строго за электронку, я понимаю, мы в будущем, вон, роботы ходят. Короче, для фанатов электронки у нас тоже есть вариант, ссылочка будет в описании, тыкайте. Но и про книжки тоже не забывайте, они все там же находятся, еще не закончились. У нас даже лимитированный край божий с обложкой спауна еще не закончился. А времени-то сколько прошло? Сколько мне рыдать над ним? Идите, покупайте, читайте. Хорошие комиксы, а мы продолжаем. Идем дальше, и следующая новая серия, которая удостоила снимания жюри, стала альтернативная серия, опять же, от Келли Томпсон, снова, и Вередит Макларен. Серия под названием «Блэк Клоук». «Блэк Клоук», Келли Томпсон и Вередит Макларен расскажут вам о последнем городе на Земле под названием Кирос, в мире, где кончились воины. В этом фэнтези-сайфайном мини-государстве происходит убийство наследного принца, и теперь два черных плаща, местных блюстителя закона, с главной героиней во главе, решают найти убийцу, попутно ввязавшись в череду загадок и заговоров, которые могут поставить на кон судьбу всего города. Дуэт Келли Томпсон и Вередит Макларен триумфально вернулся на страницы комиксов. Их совместный «Heart and Bugs» был одним из первых работ Келли Томпсон в качестве сценаристки, поэтому подобное воссоединение спустя года на собственной альтернативе не может не радовать. «Черный плащ» — пример комикса, который мне пришлось распробовать. В рамках нашего подкаста про новые комиксы, ссылочка, кстати, в описании, я говорил, что первый выпуск мне показался перегруженным и тягомотным, плюс ему явно не играло на руку то, что он был стройным, то есть сильно увеличенным. Но затем, дочитав Дан Гоинга, я к нему прикипел. И вот почему. Многие фэнтезийные и сайфайные комиксы последних лет десяти, наверное, ставят во главу угла создание уникального и сложного мира. Своей вселенной с правилами, законами и особенностями мироустройства. Авторы пытаются прописывать все элементы от политической системы и социальных условностей до метода работы определенных устройств и девайсов, из-за чего они довольно часто страдают от перегруженной экспозиции на первых выпусках. «Блэк Клоук» же оказался для меня диаметрально противоположным комиксом. Это в кои-то веки простейший фэнтезийный неонуар с приятными персонажами, потому что, как вы помните, Келли Томпсон это делать умеет. А также это комикс с условностями мира, которые максимально, ну, условные. Простите за тавтологию. Персонажи используют какие-то устройства для чего-то там и потом к ним не возвращаются. Разные расы живут вместе просто, ну, потому что. Да, у нас идут базовые буллетпоинты по сословности, но опять же, все это условно является не более чем фоном для классической нуарной истории. И мне, черт возьми, это нравится. Образ Федры, главной героини, харизматичен, и она преподносится нам персонажам со своими скелетами, о которых мы однажды узнаем. Здесь же можно найти и классического сайдкика, Пакса, прямиком из полицейских процедуралов. Это вот такой типичный персонаж с лозунгом «Я слишком стар для этого дерьма». По итогу у нас процедуральная история, наложенная на приятный фэнтезийный мир с сайфайными элементами, который крайне быстро читается и наполнен притягательными персонажами. Однако во многом их притягательность это заслуга Мередит Макларен. Стиль, который на первый взгляд кажется простоватым, делает упор не на красивые виды и поражающие воображения ландшафты, а на эмоции и лица персонажей, позволяя оживить их. И вкупе с диалогами Томпсон у нее это очень неплохо получается. Тем более, что была проведена неплохая работа с цветом, которая хорошо разграничивала биому города и неплохо передавала царящую в них атмосферу. «Блэк Лоук» штука занятная, потому что как будто бы ее можно пройти стороной, и вы немного что потеряете. С другой стороны, я бы, если бы прошел ее стороной, я бы расстроился. Потому что Келли Томпсон, который, как вы можете заметить, довольно много на этом азнере, смогла сделать из простого сюжета, из простой концепции фэнтези-неонуар, расследование убийства, мёрдер-мистери классическое, смогла из этого сделать нечто занимательное и цепляющее с большим количеством хуков. Несмотря на то, что история в «Блэк Лоук» — это не суперзакрученный детектив, все равно Келли Томпсон как будто бы делает максимально по-простому хороший бульварный детектив, но при этом в довольно интересном сеттинге. То есть, действительно, мир, в котором закончились войны, но лучше не стало. Фэнтезийные составляющие сами начали друг друга вгрызаться в глотки. Фэнтезийные расы, вещества, и никуда не делался кризис, никуда не делись социальные проблемы и прочее. И все это является фоном для поиска убийцы человека знатного рода. Это интересная концепция. Она не новая совершенно, она не новаторская, она не яркая, но при этом она хорошо выполнена. Это хорошо выполненный средняк, который тоже должен на рынке быть. И я рад, что они на рынке все еще есть. Потому что зачастую комикс уходит либо в попытку сделать нечто, ну, невероятно ворлдбилдинговое, с огромным количеством текста о том, как устроены их вселенные, о том, что вода у них, ну, капает она, ну, с другой скоростью. Это потому что фэнтезийный мир, там другие формулы, там физика по-другому работает. Так же, но немножечко по-другому. Короче, с большим количеством ворлдбилдинга, либо с сайфаем, с огромным количеством различных терминов науки. Но простое фэнтези тоже нужно. И простое фэнтези с таким вот усреднением и приземлением для читателей, оно тоже нужно. И Black Cloak является именно таковым. Он приятен, он хорошо читается, и это вещь, которую я с радостью добавил в рид-лист, и буду ее читать по мере выхода, ну, учитывая, что она в уход раз никогда. Но все равно буду пытаться читать ее по мере выхода, потому что, ну, она интересная. Действительно интересная. Соскучились по 90-м? Я тоже нет, но и про них делают комиксы. И при этом, по секрету, хорошие. Сейчас мы поговорим про следующего номинанта, это комикс Local Man от Тони Фликса и Тима Силе. Local Man, кайф. Я вот так решил начать свой рассказ, потому что я не перестаю удивляться тому, как просто меня порадовать в этой вашей индустрии комикс. Local Man Тони Фликса и Тима Силе расскажут вам о Джеке Ксавье, бывшем супергерое по кличке Кросс Джек, который возвращается в родной городок, где его, ну, никто не жалует. Даже родители. И по странному совпадению, практически сразу после его прибытия в родной город, находит труп его бывшего врага. И Джек решает докопаться до истины и узнать, кто творит дичь у него на заднем дворе, и как с этим связана его бывшая команда. Local Man для меня стал поразительным синтезом. Это комикс про героя 90-х, написанный в духе супергеройских трендов в 10-х и высший в 20-х годах. Главный персонаж – знакомый многим типаж меланхоличного героя-неудачника, который с грустными глазами пытается разобраться с проблемами, которые раз за разом падают ему на темечко. Узнали? Согласны? Хоука и Фрекшена, Кулак Брубекера Фрекшена, Совершенные враги Спенсера и Либера и их же Фикс. Комикс столь же уморительный, сколько и грустный, потому что у тебя в какой-то момент сердце начинает обливаться кровью, когда все прохожие посылают героя нахер. А он помочь пытается, ну чего вы люди. Фликс, который является автором сегмента в настоящем и который его же и рисует, прекрасно прописывает диалоги и отлично выдерживает комедийные тайминги. Где-то используя декомпрессию, где-то используя ванлайнеры. И это работает, потому что я бы назвал комикс больше разговорным, нежели чем экшеновым. И в этом даже есть какая-то ирония, потому что все, что мы видим – это некая деконструкция комиксов 90-х. И диалоговая часть в этом комиксе прекрасна. Не обходится и без абсурдных элементов, вроде бессмертной собаки, помощи детективу, женой которого герой активно спит, или наркотрипов, из-за которого герой принимает пончик, ну за… за другое. И это еще не все. В конце каждого комикса есть история от Тима Силли, которая рассказывает нам про прошлое команды главного героя. И разумеется, она выполнена по всем канонам сисько-кармашечного периода. Все выглядит так, будто персонажи вот только вчера сошли со страницы Янгблада. И помимо сценарной роли в виде показов флэшбэков, сюжетно обосновывающих происходящее в комиксе, они добавляют и атмосферы потерянных 90-х, из-за чего настоящее выглядит еще куда более крепко. Если искать минусы, а я это люблю, то основным для меня стал непосредственно сюжетный костяк. Концепция некоего заговора и предательств в комиксе выглядит довольно, ну, притянуто что ли. Для более понятного сравнения используем референс Капитана Америка от Роба Лайфилда. Перед нами жесткая и мощная груда мышц, которая выглядит такой внушительной по той причине, что со скелетом есть проблемы. Однако вкупе со всем остальным это не перестает быть легендарным артом, ну вот так и здесь. В комиксе присутствуют сюжетные перегибы, но все остальные слои, присутствующие в нем, позволяют закрыть на это глаза. Даже с визуальной точки зрения все работает в отличной гармонии. Фликс отлично передает эмоции персонажа и даже безэмоциональность главного героя. Порой он даже заигрывает с элементами мета. В одном из выпусков Джек по трипам выпадает из комикса, начав бродить по рекламным страницам, что отсылает нас к самому яркому представителю подобного, женщине Халк 80-х, за авторством Берна. Local Man просто кайфово написанный комикс. Он смешной, он интересный, и ты чувствуешь персонажей. Что самое главное, они не пустые картонки, это живые люди с уморительными реакциями друг на друга и порой пригибающими планку. Но все равно, персонажи здесь живые, и это главное. Из-за чего данный супергеройский, ну, slice of life, я его назову, подспорнимается куда лучше. Local Man кайф. Ну, то есть, это просто очень смешная штука. В какой-то момент у нас было перенасыщение после, понятно, Халка и Фрэкшена, после совершенных врагов. У нас довольно много стало именно подобного рода серий, которые пытались работать на комедийном тайминге, на вонлайнерах, на коротких диалогах с юмором, на декомпрессии. Когда у нас диалог мог состоять из десяти панелей, при этом декомпрессованных, для того, чтобы сделать четыре из этих панелей без диалогов, дабы показать, что персонаж вот так отшучивается. То есть, когда человек сказал шутку, дальше четыре панели, они смотрят друг на друга, и в конце тот отвечает. Это довольно распространенный прием. Если вдруг вы хотите что-то вроде Superior Falls, Fix от той же авторской команды. Очень крутая штука. Спенсер Либер, мы по-моему скучаем. Так вот, в какой-то момент этих комиксов стало много, и тут приходит Тим Сили с Тони Фликсом. Ну, Тим Сили, понятно, у него хак-н-слэш вовсю. То, что его заботит, это хак-н-слэш, которая начинает переиздаваться и снова набирает популярность. И Тони Фликс, это юная звездочка, новая звездочка. Один из тех, кто подарил нам Феррол, Stray Dogs, сейчас у него замечательный Анкенни Вейли выходит. Короче, довольно много он появляется, довольно много пишет. И вместе они создали вот это вот творение с огромной любовью к девяностым, с обыгрыванием того, что было в девяностых, но при этом еще и с ностальгией по нулевым. Это занятная концепция, которую я не могу не уважить. Она смешная, она забористая. Да, проблемы есть с сюжетом с основным, но при этом подается в плане пейсинга, нарратива, опять же, диалогов, она подается как раз таки хорошо и весело и задорно. Local Man, это самая большая, по-моему, по количеству выпусков серия в данной номинации, там вышло уже 11. Обратите на нее внимание, очень круто, очень классно. Она уморительная, просто уморительная. Local Man, ставлю клосс, идите читайте. А следующий комикс это то, чего я ждал, когда услышал авторский состав, ну, очень сильно. Я говорю вот так про Birds of Prey, но этот комикс я ждал сильнее, потому что все имена в авторском составе там, ну, родненькие. Это комикс Phantom Road от Джеффа Лемира, Габриэля Эрнандеса Вальты и Джорди Белэйр. Phantom Road, Джеффа Лемира, Габриэля Эрнандеса Вальты и Джорди Белэйр это очередная дремкастовая, ну, как минимум для меня, история. Авторский состав и синапсис большого альтернативного онгоинга, минимум на 40 номеров, выглядел заманчиво. И я, правда, ждал эту серию, потому что осознал одну вещь. Мне не хватает новой альтернативной большой серии, которую можно было бы читать на постоянке. Потому что какую бы новую альтернативу я последние годы не начинал, она либо шустро заканчивалась, либо уходила на бесконечный хиатус. Phantom Road рассказывает про дальнобойщика дома и его невольную попутчицу Бёрди, которая оказывается в неком потустороннем мире зеркалищем наш, но тут есть зомби. Задача главных героев – довести некий груз до точки под названием Голгофа и не умереть при этом по пути. Все это подано под слоем мистерии, тайной происхождения зеркального мира и приправлено щепоткой правительственного заговора. А еще все это звучит интереснее, чем в итоге оказалось. Phantom Road – это комикс, который очень легко читается. Но как же долго в нем тянется сюжет? Мистический Road Trip оправдывает свое название, потому что призрачная не только дорога, но и надежды читателя получить развитие сюжета. Здесь ситуация немного схожа с Чудо-женщиной Тома Кинга, о которой я говорил в ангоингах. Изначально, позиционируя серию как продолжительную, Элимир не стал делать упор на активном развитии сюжетных линий. Вместо этого он медленно раскрывает нам главных персонажей, вводит дополнительную сюжетную линию с агентом ФБР, которая тоже имела некое отношение к этому зеркальному миру. И наваливает таинственности вместе с ружьями Чехова, которые однажды должны стрельнуть, но на данный момент складывается ощущение, что заряжены они холостыми. И обиднее всего мне за Габриэля Вальту, которого вы можете знать, например, по Вижну Тома Кинга или по Магнета Бана. Я очень его люблю, и мне обидно, что появляется он на страницах комиксов довольно редко. Поэтому я радовался комиксу Сентиен, который они делали вместе с Элимиром, и который был вполне себе добротный. А тут целый ангоинг, большая серия, наконец Вальта будет много рисовать. Но, судя по всему, читатели ажиотажа не разделили, и продажи серии были, мягко говоря, слабые. Поэтому Вальта вынужден уходить на какие-то халтурки, и серия стопается каждую арку. Раз уж я заговорю о Вальте, что там по рисунку? Ну, хорош настолько, насколько вам нравится стиль этого художника. В Фэнтом Роуде он не перепрыгнул свои прошлые работы, не изобрел какой-то велосипед, а просто был собой. Мне этого было достаточно, но я прекрасно понимаю тех, кому рисунок покажется не сильно приятным. Здесь есть хорошие развороты и экшн-сцены, но их не столько много, чтобы акцентировать на этом внимание. Большую роль в рисунке играет как раз-таки Джорди Белэр. В комиксе есть цветовые акценты, разделяющие не только флэшбеки и настоящее, но и два мира, каждый из которых обладает определенной палитрой. Фэнтом Роуд — это легкий для чтения комикс, за которыми даже немного обидно. Он попал в пачку более плотных и сильных серий, на фоне которых смотрится, ну, не очень выигрышно. Но больше всего мне обидно, конечно, за Вальту. Я хочу видеть его больше и чаще. Господин Джефф, не могли бы вы там сделать рокировочку и убрать Сорентина нахер с быстрого набора? Спасибо большое. Проблема с Фэнтом Роуд лично у меня — это то, что здесь мне очень тяжело себя сепарировать от любви к творцам. Мне очень нравится Лемир, мне нравится, как он пишет, мне нравятся его комиксы, я издавал его комиксы, я ставил в свои личные толпы его комиксы, я просто люблю этого гребаного канадца. Габриэль Вальта — это человек, которого я люблю со времен Вижена и Кинга. Чтобы вы понимали, насколько я люблю Вальту, я ради него читал комикс «Окьюпай Авенджерс». Я был одним из семи людей на этой планете, которые читали комикс «Окьюпай Авенджерс». Вы бы читали комикс с названием «Окьюпай Авенджерс», а я читал, потому что там был Габриэль Вальта. Ну и Джорди Биллэйр — это любовь по дефолту. Но здесь я не могу не отрицать того, что комикс в плане пейсинга, повествования довольно слабоватый, в плане истории тоже. Как бы они классно не говорили, как бы они мило не общались, как бы замечательно Вальта не рисовал, как бы мне не нравилась Джорди Биллэйр, отлично сепарирующая цвет настоящего и цвет потустороннего мира, все это не смогло для меня вытянуть комикс в попытках найти объективность и в попытках покопаться, и все-таки выделили для себя плюсы и минусы. Это слабоватый в плане сюжета комикс, довольно медленный в плане сюжета комикс. Я-то читал его нахрапом. Я, когда он выходил, читал первые четыре выпуска, и тогда уже у меня была мысль, надо подождать, потому что ждать каждый выпуск, где миллиметраж продвижения сюжета, ну, не большой, довольно тяжело. И вот сейчас вышло 10 выпусков, я их прочитал нахрапом, и, ну, мало чего произошло. Основные действия начали происходить, то есть начало второго акта происходит, а у нас уже десятый выпуск новой серии. Поэтому, как новая серия, наверное, он слабее, чем предыдущие, но, на мой взгляд, Phantom Road достойная вещь для того, чтобы вы ее прочитали, но не самая достойная из вышеперечисленных и, возможно, того, что будет после нее. И последний комикс в номинации. Комикс от издательства, которое успело нашуметь и обрести сначала не самую положительную репутацию, потому что NFT в этот момент никто не любил, а они пытались выезжать за счет этого. А затем оно смогло исправить репутацию и пойти выше, дальше, сильнее, потому что они набрали себе отличную авторскую команду, которая сейчас пишет довольно неплохие комиксы. Это издательство Distillery с своим комиксом «Сомна и Бэтт Тайм Стори» от Бекки Клунан и Тулы Латай. Издательство Distillery прошло через интересный маркетинговый путь. Со старта они заявили о создании своего диджитал рынка с электронными лимитированными комиксами, которые могут закончиться. Да-да, электронный комикс, который может закончиться. И о том, что ты его можешь продать какому-нибудь другому электронному коллекционеру. При этом они заявляли, что никаких криптопирамид и NFT-махинаций не будет. Так-то оно так, но попахило все, ну, не очень. Однако они выкатили список издаваемых авторов, и там было все плотненько забито отличными именами. Джок, Снайдер, Макелви, Стэгман. А также Бекки Клунан с Тулы Латай. И именно их комикс попал в номинацию «Лучшая новая серия». «Сомная история на ночь» покажет нам английскую деревушку периода охоты на ведьм. Главная героиня – девушка Ингрид. Она замужем за Рональдом, главным охотником и местным судьей. Но счастливым их брак не назовешь. Он довольно холоден и редко хочет близости. Возможно, по этой причине к Ингрид во снах начинает приходить загадочная темная фигура, удовлетворяющая все ее потребности. А тем временем в городе происходит загадочное убийство, и гонение на ведьм переходит в активную фазу. «Сомна» – крайне занятная штука. На первый взгляд перед нами красивейшая эротика в сеттинге 17 века, но… да никакого «но» это красивая эротика в сеттинге 17 века. «Клунан» с «Лотей» интересно показывают концепцию угнетающего британского мира, который ставит под запрет или же ставит в укор обычные человеческие потребности. А также у нас тут двойные стандарты. Действительно ли наша героиня одержима дьяволом, в связи с чем ее одолевают подобные сны? Или же к этому привела банальная неудовлетворенность бракам? Не знаю, планировалось ли это изначально, наверняка планировалось, но я вижу в комиксе метафоричный показ отношения к интимной влеченности женщин и их потребностям. Мужчина, жаждущий близости – типичный мужчина. Девушка, жаждущая близости – наверняка одержима дьяволом, ведь иначе не может же такого быть. При этом в угоду моего предположения играет еще и то, что Ингрид не бежит изменять своему мужу с каждым встречным. Она действительно пытается вновь почувствовать его тепло и остается ему верной до самого конца. Сны не в счет. За этим есть еще и сюжет с убийством, но на мой взгляд эта часть комикса сделана так, для галочки. Но данный комикс вряд ли бы так хорошо работал, если бы не интересное визуальное решение. Бекки Клунан, которую сейчас многие знают в первую очередь как сценаристку, вновь взялась за перо, и она иллюстрирует часть комикса, происходящего в реальном мире, и делает это отлично, передавая все уныние и серость умирающей деревни. И поэтому куда ярче работает и контраст с визуалом Тулалатей, изображающей сны. Сексуальные фантазии полны огня, пламени, страсти и жизни, что действительно напоминает яркие сны, которые наверняка были у каждого. И с каждым разом пробуждение после таких снов становится все тяжелее и тяжелее. Настолько данные миры отличаются. Тулалатей отлично справился со своей задачей. Ее более иллюстрационный стиль хорошо подошел для данных сцен, и при прочтении не было ощущения, что меня просто закидали порно-картинками. С другой стороны, количество подобных сцен привело к череде повторений в выражениях лиц и ракурсах. Но, на мой взгляд, это мелочи. Здравствуйте, гусары. Надеюсь, что при просмотре прошлого сегмента, где было очень много кадров, вы держали руки на столе. Если нет, не осуждаем. Сомна — это штука, которая сюжетно не столь важна, потому что там еб... Переговорю. Сомна — это штука, которая сюжетно не столь важна, потому что там еб... Я не могу переговорить. Сомна — это интересный взгляд на концепцию ведьм и концепцию порока. Шутки шутками, аха, лол, эротика — это действительно эротический трейлер. Это действительно поиски сексуального возбуждения и удовлетворения в период, когда пуританство — круто, не пуританство, а стой. И эта концепция занятна. Можешь ли ты испытывать влечение даже к своему мужу? Дикое влечение. Если, ну, пуританство, если надо держать себя в руках, если бог смотрит. А вдруг это не влечение к близкому, а вдруг это черт у меня на спине сидит и, не знаю, соски трогает. И визуально это, ну, просто очень красиво. Шутки в сторону, это действительно очень красиво нарисовано. И акты любви, и акты, которые рисует Бекки Клунан. Кстати, тоже важный момент. Я очень рад увидеть то, что Бекки Клун снова рисует. Наверняка она где-то рисовала сейчас недавно, но я этого не видел, я этого не заметил. Для меня она была художницей, стала сценаристкой, и сейчас она снова рисует, и мне это приятно читать. Прикольно, что Тулла Тей и Бекки Клун вместе как соавторы и сохудожники выступают вот с таким вот свитчем постоянно. Несмотря на то, что сюжетно, действительно в ней не хватает мяса, но при этом он поднимает и отрабатывает те темы, которые он изначально задает. С первого выпуска ты понимаешь, о чем будет комикс, и, наверное, важно в сомне то, что он не дает тебе направление в одну сторону, а потом раскрывается в другую. Он тебе сразу же на первых страницах визуально показывает, что тебе ждать от комикса. И в этом плане, конечно, комикс отрабатывает себя. Для меня это один из лучших на данный момент тайтлов Дистюри, и, как я уже говорил, с визуальной точки зрения уж точно. Вот такие вот номинанты. И хочется отметить, что, честно говоря, как будто бы лучшие новые комиксы для меня одна из интереснейших номинаций. Потому что многие претенденты здесь, они либо сильные, либо достойные, либо спасибо, что вытянули Вальту из дыры. Каждая из этих серий, как мне кажется, точно достойна того, что вы на нее залетели и почитали. Я так говорю далеко не про все, про многие комиксы, но не про все. Потому что многие комиксы, вот ты про них рассказал и такой, в целом читать уже не нужно, вы примерно поняли о чем это. Здесь же каждая серия может найти проход к сердцу любого читателя. Будь вы фанаты фэнтези, будь вы фанаты эротики, будь вы фанаты Лемира, будь вы фанаты, не знаю, расчлененки. Здесь для каждого есть что-нибудь интересненькое. И с каждой из этих серий я бы советовал ознакомиться. Не с какой-то определенной, а буквально с каждой. Вот хотя бы начать и попробовать на зубок, насколько вам эта серия придется по душе. Потому что с первого выпуска примерно можно понять, о чем она будет. Не зря же это лучшие новые серии. Потому что вы понимаете, эта номинация не столько за полноценное произведение. Лучшая новая серия, чтобы попасть в номинацию, в теории, должна быть захватывающей и должна иметь достаточное количество крючков, чтобы читатель остался на второй, на третий, на четвертый выпуск. Поэтому у вас есть шанс опробовать и практически сразу же понять, что вас ждет. На мой взгляд, это круто и довольно удобно для номинантов. Хороший первый выпуск делаешь, а дальше говничек какой-нибудь пишешь. Благо в этот раз такого нет. Уже хорошо. Ну а если говорить про фаворитов, с одной стороны, наверное, супер банально выделять этот комикс. С другой стороны, ну как старт, как начало, этот комикс был ярче всего. Потому что, ну, это комикс от дебютанта, это комикс, который разлетелся, это комикс, который подарил мне много просмотров на канале и в инстаграме. Разумеется, это комикс Beneath the Trees, When I Bodies His. Комикс, который с первого выпуска смог переполошить интернеты, русскоязычные, англоязычные, порталы журналистов и прочие-прочие вещи. Это круто. Круто, когда комикс такое может. Эгоист внутри меня, конечно же, хочет думать, что наш залетевший шортс и рилс про Beneath the Trees, When I Bodies His. Мы этот комикс в топ-5 на разных читалках. Я хочу в это верить. Но я не удивлюсь, если просто через сарафанное радио люди узнали про него. И если сарафанное радио так хорошо работает, это хорошая новая серия. Пускай у меня есть претензии к тому, как она заканчивается. Это мелочь. И на этом получается все, как обычно. Вы знаете, что делать. Если вы читали номинантов любого из, пишите в комментариях, что вы про него думаете. Если у вас есть другой фаворит, обязательно пишите. Правда, довольно плотные здесь номинанты, и они довольно рядышком идут. Я не удивлюсь, если люди выберут разные. Пишите, какие новые серии начали выходить в 2023 году. Это важно. Пишите, какую бы серию вы бы добавили в список лучших новых серий. Какую упустили жюри. И я с радостью ознакомлюсь с вашими комментариями. Посмотрю, может быть, я найду там серию, которую сам еще не начинал читать. А она, оказывается, ок. А меня зовут Руслан Хуби. Спасибо, что смотрели. Если хотите поддержать канал и мое издательство, ссылочки все в описании. Изучите описание, там очень много полезного. Если хотите поддержать непосредственно канал, то у меня есть бусте. Еще раз спасибо, что смотрели. Читайте хорошие комиксы и всех благ. Отдельное спасибо следующим замечательным людям, а именно Михалычу, Владимиру Вулкарту Данилову, Дмитрию Клименко, Левиафан941 и Некрофаго за поддержку канала на сервисах Патреон и Бусти. Продолжение следует...